Микс Ньюс Олег Пек, в студии Сегодня я проведу эту программу в одиночестве Так вот получилось, что действительно были у меня очень много гостей Все прошлые выпуски Но в этот раз хотелось поговорить, может быть, о тех фильмах, которые сейчас идут в прокате Что можно посмотреть на киноэкранах Ну и немножечко обсудить уже с вами, я не знаю, может быть Какие-то возможных претендентов на премию «Оскар» Какие-то картины, которые уже сейчас можно, слегка подводя итоги Назвать в числе фаворитов тех, кто наверняка появится в «Оскаровских» номинациях Ну и, конечно, новости, какие-то интересные события из мира кино Не знаю, там сплетни, скандалы и прочее-прочее Обо всем об этом поговорим на протяжении этого часа Давайте начнем с тех проектов, ну тех фильмов, которые сейчас можно будет посмотреть на киноэкранах Вот именно в предстоящие дни И, наверное, вот самое главное событие Но, во всяком случае, мне оно кажется одним из таких самых интересных Это возможность увидеть «Крестного отца» на большом экране Фильм, без сомнений, который входит в десятку лучших американских фильмов всех времен И удивительно то, что вторая часть «Крестного отца» не уступает Кто-то считает превосходит, кто-то просто говорит, что они равноценны Первый, то есть это очень редкий случай, когда второй, вот сиквел Слово-то какое, не русское Вот сиквел получается, как ни странно, очень и очень даже смотрибельным При том, что даже меняется какая-то драматическая схема Меняется все в этой картине То есть там есть много, там две сюжетные линии Продолжение первого фильма и предыстория первого фильма То есть они переплетаются и идут параллельно И таким образом Роберт Де Ниро, который играет молодого крестного отца И Аль Пачино, который играет, ну его сына, взявшего в руки весь семейный бизнес Не появляются в одном кадре Эти актеры сыграли вместе только в фильме «Схватка» много лет спустя, через 20 с лишним лет Ну, все это предыстория Действительно, «Крестный отец» это один из культовых фильмов Один из тех фильмов, на которые ломились видеосалоны Когда вдруг пал железный занавес Фильм, который всегда официально порицали за культ насилия Показ жизни мафии и прочее, прочее И мы его видели на каких-то мутных копиях, на маленьких телевизорах, в этих душных видеосалонах И вдруг сейчас есть возможность его посмотреть на большом экране Мне кажется, это, ну, с одной стороны, вот увидеть заново, пересмотреть заново фильм Может быть, оценить его, поскольку он, я понимаю, будет идти все-таки на языке оригинала С субтитрами, оценить и вот это такое свистящее с придыханием Голос Марлона Брандо, который подставлял себе там ватные тампоны И в гриме совершенно преображался в роли «Крестного отца» И увидеть молодого Альпачина, для которого это было вот в первом фильме Это, ну, практически его дебютная роль, театральный актер, который выстрелил так, что стал звездой в одночасье Увидеть Дайан Китон, увидеть, ну, многих других прекрасных, удивительных Джеймса Кана, еще тогда молодого, сейчас он уже такой в возрасте И это, конечно, здорово, вот, и всего лишь, по-моему, два дня Вот, 21 и 22 числа будут идти «Крестный отец-1», «Крестный отец-2» Точно так же, вот, всего лишь один день будет идти фильм-концерт «Depeche Mode», «Spirits in the Forest» Это будет фильм-концерт, который, ну, показывать их будет лучшие моменты мирового турне Опять-таки, эта картина будет идти только один день в 70 странах мира Все поклонники «Depeche», таких «Depeche»истов, я знаю, что и в Риге очень много Конечно, приглашаются, потому что, да, они приезжали, да, в принципе, сколько там концертов было Но все равно, вот, увидеть их на большом экране, увидеть во всех подробностях какие-то детали, моменты концертов Погрузиться, услышать любимые песни, ну, наверное, это тоже большой кайф Вот такие, ну, это такие вот, скажем, точечные, разовые события А теперь перейдем к новинкам Вот будет танцевальный фильм «Свободный танец», фильм мелодраматический о девушке, которая хочет танцевать Ну, понятно, что здесь все предсказуемо Будет российская комедия «Новогодний ремонт» Я понимаю, что это такой елкозаменитель для российского кинематографа Сценаристы елок попытались придумать, ну, историю молодой женщине, которая делает в квартире в Кунцево ремонт И ей для того, чтобы была необходима помощь, она случайно отправляет, в общем, крик о помощи по всей своей адресной книге И к ней приезжают самые разные мужчины, которые будут в том числе бороться за ее симпатию В общем, такая типичная рождественско-новогодняя история С неполиткорректным, скажем, юмором, поскольку там появляется жених из Америки Как это принято сейчас политкорректно говорить? Афроамериканец И много шуток там каких-то с шашлычком, который подгорел Там как-то вот они обыгрывают В общем, в Америке бы эти шутки не прошли Я думаю, что их бы сочли дурновкусными И даже за них бы влетело создателям картины Но, тем не менее, вот в России так позволяют себе пошутить И очень, ну, хорошие актеры действительно там играют В числе их вот Ирина Розанова и Галыгин, кстати В общем-то, сейчас появившийся вот уже в актерском качестве на киноэкране Я напомню, что по-прежнему идут в нашем прокате «Терминатор. Темные судьбы» Картина, которая, ну, честно говоря, больше разочаровала Поскольку вместо какого-то нового взгляда, продолжения вот первого-второго «Терминатора» В принципе, получилась история, пересказанная судного дня Уже по которому разу И печально видеть, конечно, уже таких постаревших всех героев Линду Гамильтон и Арнольда Шварценеггера В прокате в нашем «Малефисенте», которая Вторая часть, мне кажется, все-таки уступает первой Но, тем не менее, вот Анжелина Джули должна зарабатывать детишкам на бутерброды И я понимаю, что активно эта картина продвигалась Джокер, о котором мы сейчас еще поговорим Вот поскольку картина явно будет претендовать на премию «Оскар» Одна из, пожалуй, наверное, таких самых ярких новинок Во всяком случае и в американском прокате, и в российском прокате Картина «Леман-66» В российском прокате она называлась «Форд против Феррари» Она лидирует в российском прокате Она очень неплохо себя показала, завоевала лидерство На втором месте, кстати, в России «Семейка Адамс», Которая тоже присутствует у нас, анимационная И вот на третьем месте был «Ангелы Чарли» И вот, кстати, да, «Ангелы Чарли» они выходят на этой неделе Они еще с завтрашнего дня, их можно будет посмотреть на специальных показах Ну, а в широкий прокат они выйдут с пятницы Что сказать про «Ангелы Чарли»? К сожалению, вот эта история о том, как модные идеи феминизма Модные идеи равенства полов как-то загубили хороший, казалось бы, проект А дело в том, что давным-давно этот проект начинался как телесериал Причем я понимаю, что его задумывали как, ну, какой-то конкурент А может быть, миссия невыполнимая тоже Шпионский сериал с красивыми девушками Естественно, которые там то чуть-чуть оголяются То достаточно так эффектно смотрятся в облегающих одеждах И эта идея сериала в свое время, значит, ну, сериал закончился Все-все ушло в прошлое Но затем этот сериал был возобновлен Вот уже, по-моему, в конце 90-х Если я боюсь ошибиться, в начале нулевых или в конце 90-х Вот Мак Джи, режиссер, вернул его, если помните Там вот была Камерон Дио с злодейкой Была в одном сериале, там, Дэми Мор, Люси Лью Тоже достаточно так это все выглядело эффектно Со взрывами, с перестрелками, с такими колоритными злодеями Билл Мюррей играл вот как раз-таки Ангела, значит, Ангела Чарлика Ангелами которого являлись эти девушки И картина в свое время наделала, ну, достаточно много шума Был такой действительно летний попкорновый блокбастер Но сейчас вот как-то вдруг попытка его переделать Причем за режиссерским В режиссерское кресло уселась бывшая актриса Ну, она, по-моему, еще продолжает сниматься Элизабет Бэнкс И она постаралась сделать абсолютно такой вот Беспощадный к мужчинам Такой феминистский боевик Но который наполнен ужасными штампами И вот, к сожалению, все героини Вот это Наоми Скотт, Кристин Стюарт, Элла Болинска Ну, и все это смотрится достаточно Ну, вот мне показалось уже шаблонно То есть, как-то все делается это С очень серьезным выражением лица Пытаются, значит, вот Показать прогрессивным женщинам Все ужасы вот этой патриархальной юдоли И где их заставляют ежесекундно буквально страдать И вот этого веселого идиотизма Который присутствовал и в сериале И в тех фильмах предыдущих Уже нет Здесь как-то все с очень таким серьезным лицом И пытаются под лозунгом «Герл Пауэр» Показать вот Кузькину мать злодеем Естественно, мужчинам Чем-то это сразу вот напоминает Типичные боевики с Джерардом Баттлером Только вот его заменили женщинами Ну, то есть, вот все эти падения В падении Белого дома И там сейчас, как в падении Ангела По-моему, третий уже фильм про телохранителя президента Который, ну, просто ниже Плинтуса И вызывает просто смех сквозь слезы И какую-то такую улыбку И сожаление, конечно, о потраченном времени Неудивительно, что в России этот фильм провалился И, если честно, ну, в общем Сказать о нем что-то хорошее Вряд ли получится Что хотелось бы вот отметить любопытного Так это картину «Доктор Сон» Я здесь должен, ну, вот напомнить Что это продолжение Продолжение «Сияние» Роман Стивена Кинга И в какой-то степени, конечно Это большая заноза вот в сознании Стивена Кинга Что фильм Кублика 80-го года По его роману «Сияние» Его ошеломительный успех Затмил самого Стивена Кинга Стивен Кинг привык, что всегда Любой фильм по его роману Это прежде всего это фильм по роману Стивена Кинга То есть это вот ставится во главу угла Кто бы ни играл, кто бы ни снимал фильм И в 80-м году Стэнли Кублику удалось снять Настолько авторское кино Что мы как бы пересматривая этот фильм По какому-то уже которому разу Поражаешься, что в общем-то Стивен Кинг Как-то отодзадвинут полностью на второй план И Кублику удалось в 80-м году найти такие яркие, интересные образы Такие, ну, совершенно уникальные ходы Которые затем стали уже, может быть, штампами всевозможных фильмов ужасов Но он пугал совершенно по-другому И вот это, конечно, ошеломительная черта Кубрика Возможность проявлять себя каждый раз в новом жанре Как первооткрыватель Будь то историческое кино Будь то космическое Фантастика Вот Одиссея 2001 года Космическая Одиссея, знаменитая его Будь то вот фильмы ужасов Или будь то, конечно, там, пеплом Как фильм «Спартак» То есть вот поразительно Как Кубрик Переключаясь Или там, например, военное кино Цельнометаллическая оболочка Которая тоже стала хрестоматийной То есть в каждый раз, обращаясь к какому-то жанру Причем не повторяя эти жанры Кубрик становится Ну, просто таким Как это сказать Классиком Вот именно классиком данного жанра Ну, вот возвращаясь к фильму «Доктор Сон» Стивен Кинг пытался снять Переснять «Сияние» в 1997 году Сама лично написал сценарий для мини-сериала Из мини-сериала провалился И чувствуется, что «Доктор Сон» написан Вот для того, чтобы просто каким-то образом Сделать Все-таки Ну, доказать вот какую-то самостоятельность Картина эта с С Юэном МакГрегором Любопытно, интересно Но, тем не менее, она Очень В ней очень много цитирования Кубрика То есть, несмотря ни на что Мне кажется, что своей цели Стивен Кинг не достиг И все равно Вот «Доктор Сон», который Это скорее продолжение Фильма Кубрика Нежели романа «Сияние» Стивена Кинга Вот это я хотел сказать Ну и буквально вот две минуточки Буквально до перерыва Хотел обратить ваше внимание на то, что В 22 числа в Доме Москвы Можно будет посмотреть картину В Кейптаунском порту Это российское тоже очень интересное Ну, достаточно любопытное кино И 30 числа можно будет посмотреть Новый фильм Андрея Кончаловского «Грех» Картина, ну, боепик Микеланджело Которая явно вызывает, конечно, ассоциации Параллели с Андреем Рублевым С автором сценария фильма Которого являлся Андрей Кончаловский Я напомню, что снял Андрей Тарковский Фильм, но писали сценарий вместе Как раз-таки молодые еще тогда Начинающие свой путь буквально В кинематографе Кончаловский и Тарковский И вот «Грех» Любопытно, что он снят С непрофессиональными актерами Итальянскими актерами На итальянском же языке И поразительно, как актер Альберто Тестоне Похож на Микеланджело Это просто вот мурашки Пробирают Вот те портреты прижизненные Автопортреты Микеланджело Они просто повторяют Ну, он повторил их Воочию И, конечно, это Такой биографический Погружающий нас в ту атмосферу Фильм Я думаю, что там будет два сеанса И если вот есть еще билеты Обязательно Обратите на возможность Посмотреть «Грех» Вот Андрея Кончаловского На большом экране Ну, а сейчас мы ненадолго прервемся И продолжим уже с новостями Ну, и вот такими прогнозами К Оскару Мы продолжаем программу «Синема» Я напомню, в студии Олег Пекка И вот рассказав о новых фильмах О том, что можно посмотреть сейчас на экранах Кстати, вот идет еще фильм «Российский текст» по роману Глуховского Роман я прочитал, фильм еще не смотрел Но я слышал очень хорошие отзывы об этой картине С Андреем Петровым и Кристиной Асмус Которая снялась в достаточно откровенных там сценах И вот вся эта история Очень так широко освещалась в прессе Также, конечно, можно будет посмотреть Вот и «Зомби-Лэнд», который идет Я напомню, что вот «Грех» Андрея Кончаловского В «Доме Москвы» И уже вот сейчас начинают потихонечку подводить итоги И смотреть, ну, и предсказывать Уже пытаться угадать, какие фильмы появятся В «Оскаровских» номинациях Ну, и вот если посмотреть на фаворитов Так вот прошерстив мнение кинокритиков Кто что называет Можно уже выделить, например, ну, картины Которые вот чаще всего упоминаются И такими картинами являются Ну, давайте пойдем вот с тех фильмов, наверное Которые можно было уже посмотреть Это «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино Я думаю, что здесь, ну, во-первых Это очень хорошие актерские работы Это, ну, такой и реальный, и выдуманный мир Тут я не буду вдаваться в подробности Чтобы не испортить вам впечатление о картине Что там придумано, а что на самом деле было И это, конечно, наверное То, что вот может сыграть на руку этой картине То, что киноакадемики все-таки любят Немножко вот фильмы о фильмах И обращают на них внимание Называют, говорят, что он может претендовать И на лучшие фильмы, лучшего режиссера И сценарий, и актера Ди Каприо И лучшего актера второго плана Бреда Питта Оператора монтаж и дизайн костюмов Потому что костюмы там совершенно потрясающие Вот из 60-х годов Еще одна картина, которая может В самом деле выстрелить Это Джокер Поскольку фильм, вот сейчас он идет в прокате И если вы его еще не посмотрели Сделайте это Даже если вы не любите комиксы Это не комиксовый фильм Хотя кажется, что герой-злодей Один из главных противников Бэтмена Тем не менее, это история психически Вот больного, несчастного человека Которого сыграл Хакин Феникс Который живет со своей матерью тяжело больной И в таком очень экономически неблагополучном городе Котором является Готэм Скажем, городе, в котором властям Наплевать на социальные проблемы А согласитесь, в общем Ну сейчас какая-то вот такая напряженная обстановка Когда у нас вот там учителя, медики бастуют Чем-то вот, ну можно провести параллели Можно, я думаю, что вот как говорил Один из наших политиков Который приходил сюда, на студию «Болтком» Обязательно нужно посмотреть эту картину Именно вот нашим политикам Чтобы понимать, к чему может привести такая игра Плюс ко всему здесь и Роберт Де Ниро Сыграл очень хорошую роль С таким, опять-таки, киноманским приветом Потому что он сыграл героя Который перекликается с королями комедии Фильма, где он когда-то играл И, конечно, вот фильм показали на кинофестивале в Венеции Он там произвел сенсацию просто Его очень хорошо принимали Победил он И затем в американском прокате Он получил вот великолепнейшие отзывы Критиков, зрителей Это удивительно, когда совпадают мнения и критиков, и зрителей И он перешагнул миллиардную отменку в сборах Он первый фильм категории R Ну, достаточно жесткий возрастной ценз И который стал таким популярным Скажем так Это действительно фильм, который может привлечь и зрителя И в то же время такое авторское кино Он наверняка будет претендовать на лучший фильм На лучшего режиссера Хочется верить, что Хакин Феникс появится в актерских номинациях Ну и также, конечно, прекрасный сценарий И операторской работы, и композиторская работа Фильм, который сейчас вот вышел уже на наши экраны Его можно посмотреть У нас он называется Ле Ман 66 В российском прокате он идет как Форд против Феррари Просто если вдруг вы будете ориентироваться на российские названия Вот это один и тот же фильм Он рассказывает о противостоянии двух автомобильных гигантов Американского Форда и итальянского Феррари И вот для Генри Форда это становится полем боя Гонка 24 часа Ле Мана Которую традиционно всегда выигрывали итальянцы Он хочет победить И вот в этой картине играет Мэтт Дэймон Который механикор Ну, который инженер, конструктор Разрабатывает машину И британский гонщик Его играет Кристиан Бэйл Очень талантливый, но совершенно безбашенный и неуправляемый Вот такая картина Его показали на ряде кинофестивалей Например, в Торонто Он получил очень хорошие отзывы критиков Неплохо прошел в прокате Тут и ностальгия по 60-м Тут и ценности дружбы, семьи Это можно смотреть как историю гонок Реальных гонок И в то же время, конечно, переживать Историю столкновения личности и корпорации Здесь есть и такие вот моменты в сценарии В общем, действительно, тоже может претендовать на лучший фильм На лучшего актера Кристиана Бэйла Монтаж, звуковые всевозможные эффекты Операторская прекрасная работа Так что есть здесь большой потенциал Фильм, который у нас показывали По-моему, на некоторых фестивалях Это «Паразиты» Южнокорейское кино Которое не так часто бывает у нас на экранах Но фильм, который победил на Каннском кинофестивале Его очень тепло принимали И у нас он вызвал большой интерес По-моему, его все-таки показывали еще И на ряде кинофестивалей В общем, отдельные сеансы были И его можно было посмотреть на большом экране Это история семьи Бедняков, которые хотят подзаработать на богатой семье Там сначала устраивается один член семьи И затем он подстраивает так, чтобы увольняли слуг из этого дома Ну, обслуживающий персонал И нанимали именно его из его семьи Но там даже не подозревают эти богачи, что они нанимают семейство Потому что они вскрывают свои родственные связи Картина это, с одной стороны, и сатирическая И в ней присутствуют элементы Ну, такого Семейной истории Драмы, триллера То есть такое смешение кроссовер-жанров Что всегда приветствуется И, наверное, это тоже Ну, возможный Один из кандидатов на Оскар Может быть В номинации «Лучший иностранный фильм» Но, тем не менее, он может получить и номинацию за лучшую режиссуру Это, в принципе, была первая победа на Каннском кинофестивале Южной Кореи И в мировом прокате он собрал больше 100 миллионов долларов Еще одна картина, которая вот-вот выйдет сейчас на стриминговом сервисе Netflix В конце ноября И эта картина «Ирландец», которую очень ждут Уже появился очередной трейлер к этому фильму Такой большой, трехминутный Это Роберт Де Ниро и Аль Пачино Который, вот я начинал говорить про «Крестного отца», где во второй части «Крестного отца» Роберт Де Ниро играет самого, значит, Дона Корлеоне А его сына играет Аль Пачино, но вот поскольку он играет Евдона Корлеона в молодости, они же примерно ровесники И они так и не пересекались на экране, это произошло в фильме «Схватка» И вот здесь они снова играют вместе Фильм «Ирландец» — это фильм Мартина Скорсезе Фильм безумно дорогой, потому что в нем использованы какие-то ультрановомодные технологии, позволяющие омолаживать актеров Потому что действие разворачивается на протяжении всей жизни героя Роберта Де Ниро Он играет убийцу на службе мафии Фрэнка Ширана Именно этот человек признался в убийстве профсоюзного лидера Джеми Хоффе, которого сыграл Аль Пачино И эта картина, ну, которая такая монументальнейшая Мартин Скорсезе в последнее время очень резко высказывался против комиксов Он высказывался против современного кино, которое, ну, по его мнению, стало слишком попсовым Стало слишком схематичным Напичканным просто вот, ну, голой техникой Пафосом И из-за этим нет ничего человеческого Все картонное, какое-то ненастоящее, искусственное И понятно, что Мартин Скорсезе очень хочет показать, что еще есть возможность снимать по-настоящему драматическое кино Где живые люди, кипят живые страсти, непридуманные какие-то на планете, там, НАБУ, что-то там Какая-то ерунда Вот то, что реально происходило в Нью-Йорке И это картина, которая, ну, конечно, с безумным бюджетом, но выходит она, с одной стороны, на платформе Netflix Хотя сейчас есть огромные телевизоры, есть возможность смотреть кино, ну, как в домашнем кинотеатре Но, тем не менее, ее будут показывать в ограниченном прокате в Америке Именно для того, чтобы она смогла претендовать на Оскара Это, конечно, большое событие, его все ждут И, кстати, если мы вот говорим о букмекерах, которые уже начали принимать ставки на лучшие, ну, на Оскара Вот ставки на лучший фильм сейчас самые высокие на ирландца Ну, точнее, вот ставки на него принимаются пять к двум Это самая высокая ставка, и понятно, что у букмекеров он считается фаворитом Пока еще, я напомню, не объявлено ничего, не объявлены даже номинации, но уже принимаются ставки И здесь Мартин Скорсезе работает со своей, ну, со знаменитой командой Тут художники по костюмам, трижды лауреатка Оскара Сэнди Пауэлл Тут и художник-постановщик, который постоянно работает со Скорсезе, Боб Шоу Ну, то есть, это классический фильм Мартина Скорсезе в лучших его традициях И, ну, пожелаем удачи, я почему желаю удачи этому фильму? Потому что мне кажется, что если он провалится в прокате, если его будут ждать неудача Это убьет последний шанс вот авторского такого хорошего, но большого кино Выжить в этом противостоянии с этим комиксовым кошмаром Мы будем смотреть Бэтменов против Суперменов, губка Боб, квадратные штаны против черепашек-ниндзя Будем смотреть это до скончания века, и мы больше не увидим то, что я называю нормальным настоящим кино Так что хочется, вот, держу кулаки, чтобы этот фильм тоже что-то вот хотя бы получил Картина «Брачная история» — фильм, который тоже у нас показывали на одном из кинофестивалей Это были очень редкие возможности посмотреть его, по-моему, на большом экране в кино Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон Вот играют пару, которая решает развестись И вот эта история их любви, брака Эта картина была показана на кинофестивале в Венеции Его показывали в Торонто на кинофестивале И, кстати, в Торонто его, где его очень полюбили зрители, эту картину Она была второй в списке лучших Вот какой первый фильм, я сейчас скажу, и мы к нему перейдем И, опять-таки, зрительский приз этого фестиваля часто называют индикатором оскаровских перспектив картины Поэтому это очень важный момент И фильм достаточно камерный, чем-то напоминающий Крамер против Крамера Или развод Надера и Семин Это фильм, мне кажется, актерский фильм И Адам Драйвер, он прекрасный действительно актер Скарлетт Йоханссон Она вот может показать, что все-таки она тоже не только в «Мстителях», «Черную вдову» может играть И, опять-таки, вот картина, надеюсь, будет хорошей и удачной «Болеслава» — это картина Педро Альмадовара Ее тоже показывали у нас И Антонио Бандерас сыграл, ну, такого альтер-эго самого режиссера Он сыграл режиссера Сальвадора, который вспоминает свою жизнь И переживает творческий кризис Ну, опять-таки, это фильм, который, ну, с Каннского фестиваля Начал свой путь триумфальный по миру Композитор Альберто Иглесиас получил в Каннах приз за саундтрек к музыку-фильму Номинации на приз Европейской киноакадемии Кстати, вот Европейская киноакадемия будет вручать этот приз 7 декабря И мы тогда узнаем, получил ли он что-нибудь Но он номинирован как лучший фильм Альмадовар как лучший режиссер, лучший сценарий, лучшая мужская роль Опять-таки, ну, все это повышает очень сильно шансы на то, чтобы попасть в «Оскаровские» номинации Пенелопа Круз сыграла мать режиссера Ну, вот в детских его воспоминаниях Опять-таки, очень даже, ну, такой дуэт производит большое впечатление Альберто Иглесиас уже трижды был номинирован на «Оскар» Но пока у него не было награды Так что будем тоже за него держать кулаки Да, и вот фильм, который в Торонто тогда, я говорил, был лидером зрительских симпатий Это кролик Джоджо Картина эта совершенно, ну, безбашенная, сумасшедшая Ну, вдумайтесь в сюжет Десятилетний мальчик живет в нацистской Германии со своей мамой Кстати, это опять-таки Скарлетт Йоханссон И его воображаемый друг никто иной, как Альфред Гитлер Адольф Гитлер И ситуация усугубляется тем, что его мама прячет в подвале еврейскую девочку И вот эта история мальчика и воображаемого Гитлера Который, на самом деле, не похож на своего реального прототипа Она вызвала неоднозначную реакцию Хотя вот зрителям эта история очень понравилась Ну, и говорят, что в последние десять лет Девять фильмов, которые побеждали в Торонто, становились номинантами на Оскар А три из них становились победителями Это были Король говорит, 12 лет рабства и Зеленая книга Очень высокая оценка зрителей Все это говорит о том, что кролик Джоджо может стать таким Ну, кролик может стать темной лошадкой, скажем, на Оскаре И очень, ну, такое неожиданное кино Я не знаю, покажут его у нас или нет на больших экранах Но хотелось бы его, конечно, увидеть Потому что вот эту картину снял Тайка Вайтити Это новозеландский режиссер, который снял блестящую комедию про вампиров Что мы делаем в тени, по-моему, так оно называется И он же сыграл Гитлера в этом фильме Вот и режиссер, и исполнитель такой второплановой роли Ну, и также еще есть ряд фильмов, которые совершенно Еще пока даже о них почти ничего не известно Они не выходили на экраны, их не показывали на фестивалях Но, тем не менее, вот «Маленькие женщины» Греты Гервик Есть мнение, во всяком случае, что Флоренс Пью, Мэрил Стрип, Сир Шаронан Прекрасные, совершенно актерские, ну, это великолепные актрисы Что кто-то из них может оказаться в Оскаровских номинациях Потому что, ну, «Маленькие женщины» — это фильм, который по роману Который неоднократно был экранизирован И каждый раз эти экранизации очень тепло принимались в Американской академии Кроме этого, ну, непонятно, но говорят, что после того, как «Храме Малек» победил С «Богемской рапсодией» Вот непонятно, выдвинут ли Терена Эджертона Который сыграл Лалтана Джона в фильме «Рокетмен» Чтобы, дескать, не было слишком много актеров, которые играют музыкантов Но я бы все-таки держал за него кулаки Мне очень понравился «Рокетмен» Может быть, даже больше, чем «Богемская рапсодия» Потому что в «Рокетмене» это был не просто музыкальный биопик Это был фильм-мюзикл Где песни Элтона Джона были вплетены в ткань, сюжетную ткань фильма И Терен Эджертон сам спел за Элтона Джона Мне кажется, это вдвойне героический поступок Не только быть похожим, но еще и голосом имитировать своего героя Также еще не вышел на экраны Но вот все ждут биопик Джуди Это фильм о легендарной актрисе Джуди Гарланд Та самая, которая сыграла, будучи ребенком, волшебники страны Оз Вечно зеленый хит 1939 года И, конечно, это актриса Рене Зелвеггер Которая сыграла Джуди Гарланд Более того, она сама спела за Джуди Гарланд Тоже пример того, когда актриса прекрасно поет Она, если помните, сыграла в фильме «Чикаго» И там тоже она пела Ну и еще есть такой совершенно непонятный, неизвестный проект 1917, Сэма Мендеса Опять-таки, его, ну вот какие-то шепотом где-то слухи ходят Что это тоже вот какой-то потенциальный оскаровский хит Шайя Лебюф, опять-таки, он снял фильм по собственной жизни Написал сценарий, фильм «Лапочка» И в нем же сыграл такой авторский проект Тоже говорят, перешептываются, что эта картина может попасть в списки номинаций Ну и еще один фильм, который, в самом деле, вот его показывали По-моему, у нас на фестивале, но рижском фестивале Все билеты были сразу проданы И вообще фильм молниеносно, невозможно было на него попасть Это «Маяк» Роберта Эггерса Его считают тоже одним из фаворитов Возможно, эта картина блестяще снятая Где сыграл исполнитель роли Гарри Поттера В Патериане Рэдклифф, Даниэл Рэдклифф И Уильям Дефо Очень необычный фильм Я, к сожалению, его так и не посмотрел Но говорят, что великолепно снят И это тоже один из таких фильмов, которые вот ждем И надеемся, что они получат Оскара Номинантов объявят 13 января 2020 года Победителей 9 февраля То есть даже меньше месяца будет на подведение итогов Обычно как-то это растягивалось на больший срок Поэтому я в предвкушении В общем, ждем ближе, наверное, к объявлению номинации Еще мы перемоем косточки всем картинам Ну а пока, наверное, ну вот последняя, может быть, новость Которую успею озвучить Поклонники Джонни Деппа Составили петицию Как у нас, вот, например, распустить 7 Сейчас подписывают Хотя у нас довольно высокая планка Надо 160 тысяч собрать подписи У нас пока, по-моему, порядка 40 Так вот, поклонники Джонни Деппа Требуют уволить из проекта Аквамен Из продолжения фильма Аквамен 2 Его бывшую жену, Депповскую Актрису Эмбер Хёрд Которая сыграла вот в оригинальном фильме Аквамен Есть тоже такой сайт Change.org И соответствующий документ подписали Вот примерно столько же, сколько у нас За Роспуск Сейма Около 40 тысяч неравнодушных граждан Которые недолюбливают Эмбер Хёрд И очень любят Джонни Деппа Ну, во всяком случае, они обосновывают Свою инициативу тем, что Эмбер Хёрд избивала и стязала супруга На протяжении их недолгого брака Пыталась разрушить карьеру Джонни Деппа Оболгала его с ног до головы Ну и говорят, что раз она является Приверженцем домашнего насилия То, значит, ей не место В продолжении вот фильма Аквамен 2 Увольте Хёрд из Аквамена 2 Говорится в этой гневной петиции Ну, посмотрим, насколько Для студии Warner Brothers И DC Entertainment Мнение 40 тысяч Этих подписантов Будет весомым аргументом Ну и на этом я, наверное, уже завершу Нашу сегодняшнюю программу Cinema Большое спасибо всем, кто слушал И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok